Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иэт» — «Лёд идёт». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» — «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразоль-Брушковский. Глава первая. Я у Бейлава не край света. Илге снится, будто она возле дома Оскара. Стучит в запертые двери, зовёт его, но никто не откликается, хотя она отчётливо слышит шаги, знакомые шаги Оскара. Она стучит и жалобно молит — «Впусти! Впусти! Хоть на минутку погреться!» Наконец дверь отворилась, но за ней никого нет. Шаги звучат где-то за стеной, потом удаляются, будто кто-то избегает её, хочет скрыться. Илга спешит вдогонку, и вдруг ей навстречу Зелма в чёрном мужском костюме. «Так вот она, где земля обетованная!» — говорит Зелма, и становится поперёк дороги. Илга хочет её обойти, но Зелма хватает её за рукав и не пускает. Илга слышит, как Оскар уходит всё дальше и дальше. Она боится, что не поспеет за ним, но Зелмина рука, словно каменная или свинцовая, и в пустынном доме разносится напрасный, заунымный призыв Илги — «Оскар! Оскар!» Илга просыпается от собственного голоса. Комнату выстудило, как погреб. Тикают часы, а Иманд спит и ровно дышит во сне. «Оскар!» Это имя ещё горчит на губах, как соль обильных, неуёмных слёз. За окном ночь. Только фонарь на столбе помахивает своим ярко-жёлтым платком. Проволока на ветру скрипит, охает. Вдруг Илге чудится, что кто-то шарит по двери, пробует её открыть. Она привстаёт, опершись на локоть, замирает, снова ложится на подушку. Да нет же, никого нет. Её ключ висит на дверном косяке. А второй? Кто его знает, где второй? Может быть, ржавеет на дне Даугавы или валяется среди старого хлама на свалке? Мало ли таких никудышных железок разбросано по белу свету, и некому их подбирать, подточить и приспособить к другим дверям. Иманд простонал и заворочился во сне, и пружины раздражённо заворчали ржавыми, хриплыми голосами. — Что с тобой, сынок? — Мааа! — Ну, холодно. — Укройся. Илга встаёт, подходит к нему. Так и есть. Одеяло на полу, а сам голый. Ноги как лёд. Она растирает их, отогревает. Ладонь нащупывает царапину на поджарой голени. А гвоздь, наверное, разодрал, когда лез через забор. Не может, как человек, пройти через калитку, но трудно ли сделать десяток лишних шагов. Илге вспоминается, что на участке вокруг постройки Оскара полно мусору. Босиком иман-то там не выпустишь. Изрежется осколками стекла, наколется обрезками железа. Может, лучше не переезжать туда? Каждая мелочь будет напоминать об Оскаре. Не этот бы дом, кто знает. Не хочется думать. Зыбкий свет то и дело вырывает из тьмы лицо иман-то. Чёрные прямые брови над светлыми глазами. Брови Оскара. Глаза Оскара. На лбу притаилась мысль, вдавив поперечную морщину. Иман-то безо всякой связи спрашивает. «Ма, а папа наш был вор?» Илга не отвечает. Они оба молчат. «Мам, ты не слышишь?» «Кто...» «Кто так сказал?» Говорит она чужим голосом. «Габинский!» «Эджус!» Снова молчание. На голую руку иман-то падает горячая слеза. «Мамочка!» Испуганно вскрикивает он. Илгу обхватывают за шею две руки. Слёзы её падают на непослушный мальчишеский ёжик, пахнущий мылом. «Не плачь!» «Я ему надаю!» «Я ему двину!» «Хочешь?» «Характер!» Что и говорить?» «Не посмотрит, что Эджусу уже полный десяток, что он на целую голову выше. Будь ему хоть пятнадцать, иман-то это не остановит. Уж он такой!» «Не надо!» Говорит она и думает про себя. Порох. По улице проехал автобус. Значит, уже шесть. Пришло утро. Тёмное декабрьское утро, которое способно оживить только уютные огни в окнах. Но густой туман всё впитывает. Всё словно укутывает в вату. Илга одевается и выходит на кухоньку. Вообще, это всего-навсего просторная прихожая, из которой Оскар прорубил окно во двор. Илга разжигает примус. Гудение пламени разгоняет тишину. Слава Богу! Тяжёлая недобрая ночь кончилась. Наступил день со своими заботами. Надо подумать, что оставить иманту на обед. Как бы улучшить минутку и выскочить во время работы в магазин. Не забыть бы молочную бутылку. Принесут ли из прачечной чистые халаты? В старом уже неудобно показываться клиенткам. Завтрак приготовлен, а в комнате не звука. Спит, наверное. Да, грозный воитель, бросивший вызов Эджусу, опять уснул. Ладонь под щекой, нижняя губа вытянута, чуть отвислое ухо раскраснелось. Кто бы знал, как Илге жаль будить иманта. Она уйдёт на работу, а имант будет шататься по двору, выйдет на улицу, и каждый, кому не лень, станет его спрашивать, что вздумается тыкать в него пальцем. Но ничего не поделаешь, придётся же всё поднимать. Пока они завтракают, Бобик усердно дежурит возле стула хозяина, хорошо зная, у кого легче выклинчить лакомый кусок. Илга старается не замечать, как сын тайком отламывает кусочки от своего бутерброда и сует их под стол, впасть ненасытному щенку. Имант как-то подозрительно часто роняется вилке жареную картошку. Так ведь он скормит этому живоглоту весь свой обед, когда она уйдёт. Надевая пальто, Илга торопливо объясняет сыну, что делать и есть днём, а он рассеянно теребит ошейник Бобика. Такие наставления почти дословно повторяются каждое утро, и он знает наизусть, чтоб не смел ходить на Даугаву. Так и есть. И по льду, умоляю, не ходи, он ещё не окреп, провалишься. Слышишь? Он что-то невнятно бурчит, не вступая в пререкание. Всё равно ведь на реку он пойдёт и по льду бегать будет. Как же рабочие слезопилки? Они уже давным-давно преспокойно переходят на другой берег. И ничего не случается. Только надо остерегаться мест, где бьют ключи, рассудительно добавляет он про себя. Осенний-то лёд прочный. Это не Иманд придумал. В Яун-Би-Лаве это известно каждому младенцу. Да попробуй заикнись матери, тогда всё пропало. Возьмёт и запрёт. Илга уходит. Хлопает дверь. Затихают шаги. Только за стеной у соседей хнычат датцы. Возьмёт ещё, да и запрёт нас, вслух говорит Иманд себе и Бобику. Щенок усердно виляет хвостом. Дурачок. Будто ему нравится сидеть безаперти. Иманд щёлкает его по носу. Не сильно понятно, нет, потихонечку. Не так, как вчера его щёлкнул Эджус. Эх, и не запертому скучно. На улице темно. Куда податься? Другие мальчишки в школе. Могла бы мама и его пустить. Да где там? Случилось ему чуточку приболеть. В ушах стреляло. Не повезло. Школа уже давно началась. Жди теперь следующей осени, а пока Эджус обзывает недоумком и соплёй. Эй, сопля, сколько будет дважды два? Гад. И машет портфелем под самым носом. Обращается как с букашкой, как с червём ползучим. Тут тебе самый тихий человек не стерпит. Вот вчера не удержался и бухнул, что Эджус сам лоботряс и недоумок. У самого по арифметике двойка и пусть не задаётся. И тогда Эджус дал ему по носу щелчка, да ещё какого, даже слёзы набежали. — Голь, вонючка! — разорался Эджус на весь двор. — Двойка у меня! А у тебя-то что? Твоя мать Библию оседлала! Отец твой вор! Вор! Эээ, вор! Утро занимается нехотя, уныло. Иманд сидит, глядит в окно, а там ничего нет, только отражение его собственной головы. Библию оседлала. — Как это так? — Верно. На верхней полке в шкафу есть такая книга. Толстющая и чёрная. Мама сказала, что это Библия. Но Иманд никогда не видел, чтобы мама её оседлала. Бывает, что откроет, шевелит губами, читает. Долго читает, всё не может прочесть. Книжище-то какая! Оседлала Библию. Иманд не успел ночью спросить, как это так. Только помянул про вора. Мама в слёзы. Тётя из соседнего дома назвала вором кота за то, что он стащил пол колбасы. Все мальчишки ржали, когда она гналась за ним по улице. А кот излопчился и улизнул в заборную щель. Голова Иманта в оконном стекле постепенно теряет свои очертания и исчезает. Улицу заполняет дрожащий, сероватый свет. Издалека долетел гудок паровоза. Иманд вскочил. Мысли развеялись, как дым на ветру. Он, по правде говоря, уже устал думать. Может, рвануть на станцию? Скоро будет поезд из Риги. На станцию ходить ему тоже заказано. Будто поезда бросаются на людей, как дикие звери. Держись в сторонке, и паровоз промчится, как огнедышащий змей. А если еще машинист засигналит, хоть уши зажимай. Так и кажется, что мимо с гулами свистом мчится белое облако пара. Здорово! Жаль только, что мама ничего в этом деле не понимает. Боится. А чего бояться? Не будь разиней, не лезь под колеса, и все тут. Иман пристегивает кошейнику Бобика цепочку. Хорошая цепочка, от стенных часов. Он ее нашел на свалке. Часы кто-то подобрал, шары были никудышные, а цепочка мировая. И вот он уже шагает к станции. Сзади в кревь и в кость петляет Бобик. Глупо еще. Не умеет ходить, как собаке положено. Учить надо. А чуть попозже, когда по предписанию мамы ему следовало играть самому с собой в кто первый, Иманд уже стоит на станции. Наблюдает, как приходит поезд из Риги, и как торопятся люди с чемоданами и без чемоданов. А воздух пахнет дымом и далью. Когда поезд отъезжает, рельсы гудят. А если приложить ухо, так прямо грохочут. Потом поют. Потом жужжат. Эй, парень, ты чего там шпалы носом поддеваешь? Что на это ответить? Да и вовсе не обязательно отвечать, если есть две проборные ноги. Дай им только волю, и ты уже удаугавы. Эх, да ничуть тут не хуже. На лесопилке обед. Женщины вдоль дороги через реку втыкают елочки. Кто же откажется от помощника? Иманд тянет елки за волосы, куда надо. Все работает, только Бобик бездельник носится, лает. Ты, брат, вели ему елки-то полить. Может, прорастут, говорит старик-сторож. Женщины смеются. Иманд не знает, смеяться или нет. Немножко стыдно за Бобика и немножко его жалко. — Что ж, неученая-то у тебя собака? — спрашивает старик. — Да нет, неученая. Молодая еще и бестолковая. День-деньской дрессировать надо. Даже на цепочке не умеет ходить. Тащится, как мешок с опилками. А после полудня Иманд с Бобиком уже раскачиваются в кузове грузовой машины. Яун Бейлава — не край света. Дельный человек везде найдет для себя что-нибудь интересное.